Эту любимую всеми летнюю ягоду Марина Бойцова выращивает практически всю жизнь. Всем тонкостям ремесла обучила в детстве бабушка. Сегодня на участке Марины только самые урожайные и вкусные сорта клубники. За один сезон можно собрать около 100 килограммов. Секрет такого богатого урожая – правильный уход и удобрение. Первым делом в бочку развожу фитоспорин. Он идет как профилактика от заболеваний. Это грибки, бактерии, которые развиваются и которые врагов уничтожают. А в эту же бочку кидаю куриный помет. На 200-литровую бочку кладется ведро куренного помета. И это все стоит, бродит. Получается хорошая подкормка. После этого и растения уже не заболевают. Корневых гнилей у них нет. Если дождик пойдет, они не покрываются болячками. Потому что у них все время с рождения у них фитоспорин там находится. Для второй подкормки Марина использует минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Когда появляется ягода, советуют использовать удобрения с калием. И потом уже, когда ягода отходит, я подкармливаю золой. В золе есть все элементы и основные, и минеральные, которые нужны растению, кроме азота. Такой бережный уход за ягодой обеспечит садоводам не только вкусные, но и здоровые лето и зиму. Ведь клубника содержит микро- и макроэлементы, которые укрепляют иммунитет. Если за сезон человек съедает 4-5 килограммов ягод, то к осени иммунитет становится крепче. Она очень богата витаминами. В основном-то витамин С в составе входит. Это где-то на 100 грамм. Где-то 60-70% отсуточной дозы нормы. Содержит медь, тоже процентов где-то 16, наверное, как элемент необходимого для человека. Также много микроэлементов. Это молебеден, цинк, селен. Майские заморозки захватили ранние сорта клубники. Поэтому урожай в регионе в этом году может задержаться. Однако на прилавках магазинов и рынков уже появились ягоды из Краснодарского края. Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.